Здравствуйте! В эфире Черноморская телерадиокомпания. С вами ведущий Владислав Майструк. Моим собеседником сегодня будет Олеся Яхнобелковская, журналист и политический обозреватель. Попрошу режиссеров поставить фотографии, которые были сделаны сегодня в Москве. Их сделала корреспондент Радио Свободы Елена Рыковцева. Рыковцева. Дело в том, что сегодня в Москве, ну не только в Москве, во всей России проходил День национального единства. Вот так он проходил в Москве, если можно показать эти фотографии даже в чистую для телезрителя, потому что то, что там написано иногда, ну не верится, что это 21 век, кажется, что это 1915 год, и вот что-то там должно такое произойти. Ну, мой вопрос к вам, Олеся, такой. Вот в России празднуют День национального единства. А есть вообще в России это национальное единство, которое они празднуют? Ну, вы правильно отметили, что где-то это напоминает 1915 год, и в каком-то смысле да. Вот мне кажется, если сравнивать сейчас происходящее, ну, искать какие-то аналогии с происходящим в России, то я вижу здесь две аналогии. Одна аналогия – это примерно середина Веймерской республики, то есть это где-то 1926, даже чуть дальше, может быть, 1929 год, когда происходило такое становление молодой фашистовующей державы, так можно сказать. А вторая аналогия – это действительно ближе к 1916-17 году, может быть, когда на уровне не политическом, а на уровне общественно-политическом, я бы так сказала, идут определенные процессы, но верхушка власти, она не чувствует возможной опасности, да, то есть где-то, да, вот мне кажется, современная Россия напоминает происходящее. День единства, который сегодня празднуется, ну, мне кажется, речь идет не о самом празднике, и единство, как правило, строится вокруг чего-то и на основании чего-то. Здесь, как мы видим, да, вот идет смешение полностью всех событий, дат, эпох, то есть из имперской России, из советской России и частично уже из современной России, когда это самое «единство» строится вокруг поиска внешних врагов, Украины в том числе. Такой, я бы назвала это определенным идеологическим хаосом, когда, вот знаете, 4 ноября, если я не ошибаюсь, стал официальным праздником в 2004 году, и, собственно, он задумывался как альтернатива 7 ноября, который ассоциировался с Октябрьской революцией, и, собственно, его тогда отменили, и 4 ноября было введено как альтернатива. И тем не менее, то есть это в каком-то смысле, да, вот было отстраивание от советского прошлого, и когда сегодня Россия активно спекулирует, пропагандирует на советском прошлом, скажем, на том же Дне Победы, обвиняя своих соседей в том, что они пытаются пересмотреть историю, пересматривая ее самой, то это выглядит очень странно. Но, в общем-то, это в целом отображает ту политику и то поведение, которое российская власть ведет за последние два года, когда мы не можем понять, или это все-таки имперская логика где-то, да, а имперская логика, это значит, в первую очередь, межнациональный диалог. Если учесть, что в России более 190 народов народностей проживает, то, ну, как в Соединенных Штатах, например, да, у них есть идея там плавильного котла, когда, условно говоря, чернокожий может стать президентом, и в этом смысле вот эта толерантность, да, она есть на этом уровне. Да, они, в принципе, учли все ошибки, которые сделала Британская империя в свое время, потому что это была самая большая империя на планете, но в итоге они потеряли все именно из-за своего нежелания делегировать местным, местным в том числе населению, какие-то полномочия. Ну, тем более Британская империя была разбросана по всему миру, США, в принципе, находится в рамках одного континента. Ну, да, есть, конечно, острова, как и Гавайи, они отдаленные, ну, это другой вопрос. И Россия тоже, как бы, это цельный кусок. Ну, есть, конечно, да, Калининградская область. Не, ну, понимаете, это... Да, это вопрос того, что вы строите. Или это логика национализма, ведь мы увидим, что за последние два года вот эти националистические настроения внутри самой России, то, что раньше было очень непопулярно, ведь, по сути, русская весна, это один из лозунгов марша, которые проводились, вот марши несогласных, да, вот в последние... Ну, да, Лимонова сажали недавно. Да, но эти марши, да, но эти марши ставили лозунг «Москва для москвичей», «Россия для русских», то есть они, наоборот, уходили от имперской логики в том смысле, что представители других народностей и национальностей, чересчур, особенно там, Кавказской, да, гораздо активнее и имеют больше привилегий. Поэтому в этом смысле непонятно, когда смешение происходит праздников, логик, это такая растерянность стратегическая. Ну, в принципе, да, хотя, можно тут, могут вам сказать, как бы, алаберды, что, ну, Гитлер-то тоже строил Третий Рейх, и как он его строил? У него была идея нацизма. Правильно, у него была идея нацизма, нации. Да. Ну, конечно, учитывая, что в руководстве Российской Федерации есть даже такие люди, как Шойгу, которых, ну, трудно назвать, там, чистокровным русским. В том-то и дело, да. Да, это нет. Ну, с другой стороны, Гитлер тоже был далек от идеала арийской красоты, да, он не был ни высокий, ни блондином, ни голубоглазым. Нет, дело не в красоте, дело, в принципе, как выстраивалось по отношению к другим оппонентам или союзникам. Да. То есть идея нацизма, да, она была в нации, да, какой-то конкретной, она была главной во главе угла построения, да, вот этой экспансии. В России, да. Ну, да, надо просто учесть еще, что тогда Германия, это же не была вот сегодняшняя Германия, да, тогда была Германия, которая совсем недавно, ну, относительно недавно была раздроблена, там были разные королевства, и каждое, ну, королевство считали себя, ну, может быть, даже отдельным народом, да, вот баварцы у них очень ярко выраженные какие-то черты, да, у Германии, и Словакии, и это уже вот, да, вот такой, ну, была идея. Не, просто я почему об этом сейчас говорю, потому что Россия, мне кажется, взяла слабую имперскую форму и слабую националистическую форму, пытаясь это совместить. Но де-факто, когда, скажем, Россия обвиняет или там запускает этот мем, что украинцы и россияне… Один народ, да. Да, это даже не братские народы, а один народ, то тогда возникают вопросы, а кто тогда такие, там, буряты, да, это тоже один народ. То есть вы отстраиваетесь от советского прошлого, то тогда азербайджанцы и казахи – мы один народ, если мы мыслим это. Или вы отстраиваетесь от имперского прошлого, или там славянских корней… Или все люди – братья, или не надо про народы. Да, если славянские корни – Украина, Россия, Беларусь, то тогда решите проблему внутри у себя… С Казахстаном. Даже там с представителями кавказской национальности. То есть вот это вот такая несогласованная логика, она и вот это смешение всего в такой стратегической перспективе в какой-то момент может повторить ситуацию 1917 года, в том смысле, что вот в этом хаосе большом действительно непрогнозировано могут выйти какие-то настроения на первое место, которые изначально не закладывались, да, в какой-то прогноз российской власти. Ну вот смотрите, вот просто когда видишь подобные кадры, вот первое впечатление – боже, там в России все сошли с ума, что там, как они там все живут, бедные либералы. Ну, в принципе, вот я недавно был в свободной школе журналистики, приезжали люди из России, я не буду называть их фамилии, потому что, ну, мало ли. Но они говорили, что да, тяжело. Тяжело людям, которые мыслят и хотят работать, или которые, ну, не могут уйти из профессии, да, по разным причинам. Им тяжело, очень тяжело. Им, в принципе, в любой момент угрожает даже не так опасность со стороны государства, как со стороны вот таких людей, которые обволакивают себя георгиевскими лентами огромными. Так вот. Но надо еще учесть такую вещь. Вот насколько все это искренне. Насколько это все… Вот, например, в России есть такой сайт массовки.ру, да? Вот если можно показать фотографию, она есть у нас. Вот перед днем национального единства можно было увидеть вот сообщение вот такого рода. Да, молодежь 25-30 лет набирается за 600 рублей. Вообще, 600 рублей – это сколько гривен? Я просто… Ну, я думаю, что это не так важно, да? Ну, это деньги интересные или не особо? Нет, здесь дело не в деньгах вообще. Нет, дело-то не в деньгах. Ну, просто мне интересно… Ну, у нас 100 гривен давлю, кому-то 40 за час. Ну, не столь важно. Молодежи 25-30 лет – 600 рублей. Для других – 300 рублей. То есть, ну, вот я хотел понять. Вот то, что вот мы видим – это вот такой вот спектакль, да, не знаю, там, шабаш, опричников, можно их так назвать. Или же это вот такая постановка. Ну, это все массовка. Нет, дело не в деньгах, потому что такие настроения действительно есть. Если можно вернуть фотографии марши. Да, такие настроения есть, потому что пропаганда российская последние два года работает в этом направлении. Если мы говорим, если национальное единство, оно есть в каком-то смысле, оно есть вокруг лидера, о чем свидетельствует высокий рейтинг Владимира Путина. И есть действительно вертикаль власти и так далее. Это все отстраивается от возможной внешней угрозы и якобы пропагандируемого внутри России такой миссии российской по защите русскоязычных православных граждан везде только можно, якобы. Ну, Лавров это сказал буквально на днях, что вот наш приоритет внешней политики – это защита интерес русских. Вот, поэтому… Просто вот мы видим фотографии. Вот человек, женщина со списком, да, то есть она кого-то там собирает. Мы видим, что флаги выдаются… Ну, не каждый пришел со своим, да, флагом России или там чего-либо. А они их раздавали. Это такая глубокая организация. То есть насколько это вот искренне, я вот не могу понять. Не, но это в любом случае имеет место быть, независимо от того, в каком количестве… Дело в том, что навязывают элиты, собственно, потому что общественное мнение не обладает самосознанием. И здесь элиты, несмотря на то, что кто бы ничто не говорил, даже в Украине, что роль общества выросла и так далее, и влияет на власть, тем не менее, запросы формулируют на политическом уровне. Все-таки политики, все-таки элиты их формулируют. Поэтому здесь… Сверху вниз. Здесь не столь важно, сколько там людей пришло искренне, сколько пришло за деньги. Столько то, что сверху на уровне политической элиты именно такая линия сегодня проводится. А раз нет другой альтернативы, то, соответственно, Россия будет идти по этому пути. В каком-то смысле это вторая перестройка. Если в 90-х это была перестройка, где ее центром, двигателем были либералы, и, собственно, Путин долгое время был либералом, и даже то, что в 2004 году при Путине как раз был отменен праздник 7 ноября, и был такой выбран праздник единства как альтернативы от строения, отстраивания от советского прошлого, наоборот, ухода от советского прошлого, то есть Путин был либералом и западником, то сегодня эта вторая перестройка, так можно сказать, изменения на уровне общества в том числе, они как раз видят со своим главным субъектом вот эту националистическую, скажем, часть общества, которое долгое время считал это и Путина своим оппонентом в каком-то смысле, потому что он для них был западник и либерал. Поэтому, конечно, либеральной общественности будет сегодня очень тяжело, и мы можем видеть самые абсурдные проявления, и в том числе молодого поросли опричников, попыток воспитать такую поросль. То есть где-то это, может быть, напоминать Хуньвенбинов, Мао Цзэдуна, эти отряды. То есть мы видим, что пионерию пытаются возродить. При этом как это все согласуется вместе, когда одновременно и отменяются, скажем, праздники советские, и в то же время какие-то берутся из советского прошлого обряды, если так можно сказать, и традиции. То есть чем это все закончится? На самом деле это очень непрогнозировано, потому что мы мыслим очень такими рациональными категориями. Ведь Россия может, как выход из этой перестройки, она может вообще вернуться, скажем, в досоветскую, скажем, вернуться к монархии, ну как вариант. И таких вариантов может быть много. Поэтому чем это, во что это выльется в итоге, это очень непрогнозировано. Вот наш коллега Матрей Конопольский, он поделился на своей страничке в Facebook, вот такой страницы, да, вот это национальное освободительное движение, есть такое, да? Ну это вот антимайдан, там грубо говоря. Вот это их официальная страницка, она просто меня поразила. Ну вот 4 ноября, вот я просто цитирую, 4 ноября митинг в поддержку национального лидера Владимира Путина. И тут ура, хочется скричать, да? Вот вы заметили снижение уровня жизни, повышение пенсионного возраста, снижение стоимости национальной валюты, повышение ставок Центробанка, дорогая ипотека, сокращение милиционеров, закрытые больницы, подорожение УСУК ЖКХ. Вот почему в России всегда бояре плохие, а царь хороший? Ну это как раз закономерная позиция, причем здесь я читаю дальше, там не только бояре, а там попытка, что оказывается... Да пятая колонна во всем виновата. Да, и пятая колонна вместе с западом, оказывается это никак не связано с Украиной, с политикой последних лет, а это все изначально планировалось, чтобы не допустить укрепления, вставания с колен России и ее роста влияния во всем мире. Поэтому это как раз закономерная реакция, с одной стороны на то, чтобы как-то объяснить действительно ухудшение экономической ситуации в стране, а с другой стороны действительно все, есть только один человек, есть только Владимир Путин, эта формула, что Путин это и есть Россия, она по-моему сейчас активна... Владимир Путин говорил, глава администрации, президента России. Да, но при этом эта формула на самом деле очень уязвима, потому что это ведет к деградации общества и вообще политики как таковой, потому что получается, что Владимир Путин заменяет все, он заменяет политические институты, он заменяет партии, он заменяет гражданское общество, он заменяет институты общества. Да, но это пока верят, понимаете, это как бы называется такая африканизация политики, я сейчас без обиды... Да. В том смысле, что есть определенный вождизм, когда от вождя требуют, ну вот, чтобы пошел дождь, или там урожай был, надо выйти помолиться и попросить у вождя, у жреца. И общество верит до какой-то степени, потому что помнят, что Путин был удачлив в 2000-х годах, когда повысилась цена на нефть и так далее, но как только общество начнет разочаровываться, то все вот эти обвинения, они будут связываться точно так же с лидером. В России уже появились официально первые города банкроты. Это начало, я боюсь, такого эффекта домино, который приведет, как мы говорили в самом начале, к непредсказуемым каким-то последствиям. Но Россия живет не только дня вот этим, да, там, маршами. Россия последние дни скорбит, скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Египтом, где погибло больше двухсот человек, семнадцать из которых были дети. Ну, впечатлило, очень впечатлило, конечно, как жители Санкт-Петербурга вышли почтить память. Это было искренне, это было спонтанно, и это впечатлило, то есть в хорошем смысле. Точно так же меня, ну, впечатлило, и обрадовало, честно говоря, то, что киевляне тоже не остались в стороне и повели себя, с моей точки зрения, просто по-человечески, да, разделили скорбь россиян. Потому что, ну, вот, откуда мы знаем те люди, которые погиблись уже, мыслить так вот шкурно, да, а может быть они бы выходили на марш за Украину, ну, а может быть еще что-то. Ну, вот поэтому там были разного рода спекуляции по этому поводу. Ну, я решил высказать свое мнение. Так вот, я просто зашел сегодня на вот эту страницу ВКонтакте вот этого национального освободительного движения. И вот по поводу событий как раз возложения цветов к посольству России в Киеве. Вот что пишет администрация группы, да, то есть это именно их мысль. В Киеве посольству России люди несут цветы. Не верьте пропаганде на Украине, ну, я цитирую так, как написано, на Украине украинцев больше, чем укропов. То есть не верьте пропаганде. Ну, а вы часть этой же пропаганды, вы ее как бы основные разносчики, да, этой инфекции, да, которая заставила россиян думать, что здесь все фашисты, что непонятно, что здесь происходит. Не, ну, я так понимаю, здесь пишется об украинской пропаганде, имеется в виду, что... А я вот не знаю. Да, что... Ну, я просто сама неоднократно это слышала. Это, кстати, очень... Ну, с точки зрения пропаганды российская понятно, что она пытается сказать, что есть какая-то власть не такая, да, вот она очень антироссийская и так далее, а люди другие, при этом они наоборот за Россию, при этом все прямо наоборот. Мы знаем, что долгое время в обществе, наоборот, у нас, да и сейчас где-то считается, и не везде разделяется, что такая умеренная позиция, в том числе там по Минским соглашениям и так далее, должна была быть. То есть общество, наоборот, было гораздо более радикальное в отношении санкций и так далее, по отношению к России. Поэтому с точки зрения российской пропаганды это понятно, но с точки зрения того, что это не решает никак проблему, и те, кто имеют контакты, общаются с украинскими гражданами, они понимают, что это исключительно пропагандистская вещь. Но если говорить серьезно по факту, и то, что неоднократно российская власть говорит, что мы один народ, и то, что у нас размыта граница, и то, что действительно, наверное, российская власть, она мыслит это как часть одного народа, то тогда можно назвать действия российской власти гражданской войной против Украины. То есть это гражданская война не внутри Украины, а это гражданская война России против Украины. Если у нас есть Майдан, там антимайдан. Если у нас есть власть, а там какой-то альтернативный комитет, непонятно какой. И если у нас часть нашего общества называют фашистами и нацистами, то это вы тогда отстраиваете себя от нас или наоборот нас от себя. Но с точки зрения пропагандистской конструкции это абсолютно понятно. Это вписывается в ту логику, что мы защищаем русский мир, мы защищаем наше совместное прошлое, наши совместные победы и так далее. Но только наше прошлое такое, как мы вам сказали. Вы все не правы. Молчите, не было Гавадамора. Просто не было урожая. Бывает, бывает. Вот и всё. И так далее и тому подобное. Вот что ещё важно. Дело в том, что этот праздник праздновал, фотографиями где-то конкретно Москва, но этот день отмечался во всей России, в том числе в оккупированной Россию территориях. Вот, например, в Симферополе был забег. В нём приняли участие около ста человек. Ну, не массово, скажем так. В основном молодые люди. Вот хочу вам показать это видео. Обратите внимание на конец видео. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Вы слышали в конце украинская песня в Симферополе? То есть подходить к памятнику Шевченко действительно опасно, потому что берут в ФСБшники и увозят. Допрашивают, что вы там делаете? Там носите украинскую символику, да, там трезуб, мы помним эпизод с девушкой. Ну, приходят какие-то там упырья, извиняюсь, да, и заставляют это снять. А тут День Народного Единства в Симферополе и звучит украинская музыка. Но у меня, я не понимаю, как такое можно совместить вместе, да? Нет, ну я не думаю, что это специально совмещали. Я думаю, что это скорее по случайности. Понятно, почему это праздновалось в Крыму, в Симферополе, для того, чтобы приобщить Крым, да, вот к этим праздникам. Хотя я думаю, что они как раз не очень понимаемы, да, собственно, как в самой России. Кто там вспомнит, что это был там Минин Пожарский, который спасали там Китай, город. В принципе, конец смуты, да. Я думаю, что это мало кто из граждан российских, а в Крыму тем более. А это конкретно день иконы, казанская икона Ноблика Божьей Матери. Да, да. Но я не думаю, что это специально, как бы украинская песня была. Не специально. Я не досмотрел. Я думаю, что скорее случайно, что не все где-то на таком массовом уровне зарегулировано. Бывают и сбои в том числе. Да, это даже сбои. Поэтому это вот такой сбой. И что интересно, люди стоят под флагами, там кто-то потанцовывает. То есть никто не идет, не убивает диджея за то, что там звучит украинская музыка. Да, это к тем, в том числе украинцам, так называемым вышиватникам, да, которые считают, что в Крыму там все. Вот, наверное, поставить крест, забыть, выстроить, не знаю, окоп, чтобы это стояло именно островом. Но сейчас изменим тему. С нами на прямом включении по скайпу военный эксперт Светослав Стеценко. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем мы говорим? Почему военный эксперт? Дело в том, что вечером 31 октября, если не ошибаюсь, было покушение, можно так сказать, на генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Был обстрелен в его рабочий кабинет, а вчера зам генпрокурора, главный военный прокурор, господин Матиус, объяснил, как это было. Во-первых, он сказал, что уже они знают, кто заказчик и кто исполнитель. Правда, еще их не сказали, кто эти люди. Но что самое важное, он детали того, как это происходило. То есть люди знали, где находится кабинет генпрокурора. Это не очень легко понять, где находится офис прокурора. Он сказал, что это были профессионалы, которые использовали тепловизоры, которые позволили им понимать, где находится непосредственно генпрокурор. Стреляли они на поражение. И, скорее всего, стреляли там из двух точек. Или из дома рядышком, или из крыши школы, которая тоже находится напротив. То есть там есть несколько версий, пока идет анализ. Я хочу задать вопрос вам, Святослав, как военному эксперту. Вот версия, которую вы услышали вчера от генеральной прокуратуры. Она вас убедила или нет? Эта версия, по рекламу, она лишь в одному, что главный военный прокурор вважает всех граждан, которые его слушают, идиотом. По-перше, это не мог быть снайпером. Або это не мог быть замах на бухгал. Снайпер – это профессионально подготовленный людьми. Это не тот, кто умеет влучшить стрелять. Это тот, кто способен выполнять боевые задачи. Из знищения поставленного объекта. Он сердечно оценивает обстановку, в соответствии с способом готовится, выбирает соответствующую оружию. И если он знал, что час и месяц, где будет генеральный прокурат, то, соответственно, он мог бы знать, и знал бы, как захищен его объект для урожения. То есть, кроме того, если бы действительно хотели бы убить генерального прокурора, и была проводена разведка, если бы это был бы снайпер, а если бы это был бы снайпер, то разведка была бы проведена. Обрали бы, соответственно, оружие. Знаете, у нас сейчас в Украине, во время того, что наша влада не желает войны, очень много нелегальности оружия. И до того было очень много в криминальных полях, а сейчас есть много и в обычном цивильном поле не криминальных людей, которые просто боятся за свое життя и хотят себя обеспечить. Да, то есть, вы говорите, что это не снайпер, это да, кто это? Або не снайпер, або инсценувание. Я абсолютно уверен, что все было инсценувание. То есть, человек просто психически не здоровый, человек не поездил и не шмалялся в генерального прокурора. Это тоже не так просто сделать. Конечно, я уверен, что это работали профессиональные люди, и что это была устала. Ну да, то есть, просто волонтер Доник, да, он презентовал видео, да, где он показывал, что через стекло тепловизор, ну, не видит через стекло и шторы, тем более через бронированное стекло. Здесь... Да, но если господин Матиус предъявит видео, что это можно сделать, что есть такие... Просто смотрите, может быть, есть такие тепловизоры, которые это позволяют делать, я не знаю. Вы знаете, навіть, если бы были прилади, которые позволяют это делать, предпустим, что такие уникальные прилади есть, то подготовка замаху профессиональной группы, которая имеет собственный снайпер, потому что это не одна человек, который готовит такую операцию, такие действия, то, вибачте, они бы выбрали такую оружию, которая могла бы уразить цель и попри бронированное скро, и попри стіну, и попри будь-что. А когда кто-то скажет, что это вот так вот... кто-то одиночки так делал, то, если бы так было возможно сделать, насправдя, подобрать на генерального прокурора, то будьте впевнены, у нас бы в Украине стреляли бы державных чиновников высокого рангу, которые мают витраты набагато больше за их доходы официйные, и бы стреляли щодня и пачка. Подкуренты, те, кого они образили. Это очень непросто. Окей, спасибо большое, Святолослав Стеценко, за ваше мнение. Благодарю вас. Вот, Олеся, какие у вас были ощущения? У нас осталось две минуты. Какие у вас были ощущения, когда вы узнали о покушении генпрокурора? Потом вы вчера видели, ну, то, что говорил господин Матюс, но надо еще учитывать всю критику там со стороны Эрнесси Интернешнл, со стороны США, со стороны Евросоюза в адрес генерального прокурора. Да, ну смотрите, во-первых, мы услышали пару месяцев назад от самого генпрокурора... Уберите фотографии про Москву, пожалуйста. От самого генпрокурора о том, что его жизнь угрожает опасность. Просто тогда на это никто не обратил внимания, хотя это, на самом деле, важный маркер происходящего в стране. Сейчас эта информация происходит на фоне, во-первых, ареста того же Корбана, и критики в том, что очень слабо ведется борьба с коррупцией и так далее. Поэтому отсюда возникает недоверие у граждан, что это было действительно покушение. Я не хочу вдаваться в детали технического характера, насколько это соответствует, не соответствует. Но я хочу сказать, что все-таки основная масса общества ставит под сомнение сам факт этого покушения. Я не знаю, насколько это может идти в противоречии, но при этом я считаю, что действительно позиция генпрокурора сегодня очень уязвима в плане возможных покушений. И действительно, мы чуть ли не впервые в истории Украины столкнулись с тем, что мало кто хочет быть генпрокурором. Вот я сколько слышу, все критикуют Шокина и сводят все к тому, что важно его отправить в отставку. Но не менее важно найти желающих, а это все-таки квота президента, кого видит президент, чтобы эти люди согласились занять эту позицию. Насколько я знаю, таких желающих очень мало. Поэтому да, это говорит о том, что те вызовы, которые есть перед генпрокуратурой, действительно бороться с коррупцией, если даже будет доказано, я не могу здесь говорить, это было, потому что мне кажется, это некорректно, это все-таки должны установить профессионалы. Но то, что эта должность будет потенциально очень опасной в ближайшие полгода, год, когда действительно необходимо будет бороться с коррупцией, это факт. Поэтому мне здесь кажется, что надо все-таки как-то здраво оценивать этот прецедент, потому что он не сводится к комическому, что я там читаю, он не отбрасывает тень и так далее. То есть все ушло в сторону такой иронии. Покумы, да, но это не покумы, это покушение на одного из самых главных должностных лиц в государстве. Это человек, от которого зависит уголовное дело против Януковича, его семьи, расследование дел Майдана, очищение органов прокуратуры и не только прокуратуры. Ну, то есть это фигура, которая очень... Ну, она почти равна с президентом. Да, мы даже видели внутри Генпрокуратуры, какой конфликт с этими бриллиантами прокурорами. То есть внутри ведомства. Это не говоря уже, что будет вне ведомства. Но судя по тому, что говорят наши партнеры западные, которым, в принципе, я верю больше, чем нашим политикам, ну, господин Шокин не делает все возможное, чтобы решить вопрос коррупции. И насколько я тоже слышал от других участников переговоров, там, встречи, что, в принципе, сам президент не особо хочет принять прокурора, потому что это его последний ручной прокурор. Следующий прокурор уже не будет. Ну, ручной это грубо сказано, я не хотел обижать, но, скажем так, сговорчивый. Нет, скажем, объектом прокуратуры может стать любое ведомство, в том числе администрация президента. Да, 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 такой сговорчивый, ну, может, сговорчивый такой прокурор. Следующий будет уже рубить по-живому. А там, насколько нам не знаем, есть уголовное дело против Бориса Ложкина на Западе, есть уголовное дело против Николая Мартыненко в Швейцарии, ну и так далее, и тому подобное. Я вам скажу, пока проблема найти такого генпрокурора. Да, такого, ну, человека, который, в принципе, будет готов и умереть. Да, то есть он будет знать, что на него могут... А иначе, извините, никак. Все же в Италии были два великих судьи, это Джованни Фалькона и Паулу Бурселину, которые всю свою жизнь посвятили борьбе с мафией, и они были убиты именно мафией, взрывами, то есть их уничтожили физически. Но это что-то сдвинуло в сознание тех же сицилийцев, потому что это все происходило в Сицилии, и там начались определенные сдвиги в обществе, что самое главное. Спасибо, наше время, к сожалению, стекло. С вами бы говорить и говорить, но время – цензор. Спасибо, Олеся Яхнов-Белковская, журналисту и политическому обозревателю, и Святая Савваста Ценкова, который был с вами на включении за эту беседу. А вы оставайтесь со мной.